добрый вечер друзья вот у нас сегодня такой вечер он называется стихотворение комментарий ну и немножко расскажу я сам не знаю что вот будет сейчас происходить я заодно было какое-то желание почитать стихи поэтов серебряного века вот и если будет что сказать сказать а если не будет то не говорить примерно так то есть не натужно хотелось не надо не бы на не натужно как-то естественно и и просто но потом как-то стал я думать о какие значит стихотворение отобрать но я подумал что не надо внимается вот в том плане что но я отобрал хрестоматийные основном стихотворение которые хорошо известны я подумал ну что выпендриваться да потому что ну гораздо ценнее будет если кто-то кто слушает например блока в первый раз ну вот услышит какой-то его знаменитое стихотворение может быть он блока не услышит больше в жизни никогда может он вообще на второй строфе плюнет и уйдет скажет я думал тут что-то другое может какая-то эротическая поэзия вот вот какой-то удивительный вечер может быть с какими-то живыми картинами вот или во всяком случае что-то какой-то экран будет рир-проекция вот дигитальный мир виртуальной реальности да и может быть даже с вручением qr-кода в финале вот каждому но тут просто чуть стоит какой-то человек из самары и читать стихи и что-то еще говорит так что я вот так я я решил не но это решить то я решил а потом открыл книжку и понял что я не могу вам вот во всяком случае одну цитату вот как минимум не привести потому что это навалис и навалис вот есть такая чудесная книжка я вам ее покажу это роберта каласа литература и боги чудеснейший итальянский исследователь и не знаю как его назвать его очень любил иосиф бродский и он настаивает что цитату надо приводить полностью несмотря на то что она большая я думаю ну и я тоже так поступлю ну то есть опять же вот как бы не париться вот сказал себе роберта каласа полностью но кто такой навалис навалис наверное может быть один из там но может быть пяти десяти самых великих людей в мире искусства но я думаю так значение всего того что человек сделал она возрастает с каждым годом естественно для тех кто вообще посещает надо пространство которых бывал навалис он умер в 29 лет от туберкулеза герман гесса да великий писатель считал что навалис умертвил себя после смерти его невесты софи кюн ей было 15 лет когда она умерла они были обручены еще детьми и навалис который был старше и значительно ждал когда она повзрослеет вот замечательный сам по себе сюжет но софи умерла и и вообще навалис говорил что любая сказать чувство к софи это не любовь это религия вот так вот и вот гесса и многие другие авторы считают что после этого он еще прожил еще четыре года за четыре года создал невероятно много вообще он был бы романтиком начнем с того и хотел больше всего на свете романтизировать реальность но так как это понимали романтики то есть если говорить двух словах открыть некий творческий дух этой реальности скрытый от нас выявить его проявить открыть бесконечное в конечном и он написал великий цикл который называется гимна к ночи где вот так вот как бы выкликал софи кюн оттуда из потустороннего мира человек невероятный осваивал целой профессии за два-три месяца вот инженерную профессию горное дело минералогию чем только не занимался но главное был поэтому философом и вот навалис вы представьте себе 1799 год мало кому такие идеи приходят в голову такое ощущение что цитата времен зрелого модернизма вообще когда читаешь навалиса возникает вопрос было ли что-то еще новое после навалиса честно говоря потому что этот человек своих фрагментах и письмах и в своей поэзии как бы на два столетия все рассказал что будет с искусством вот послушайте с письмом и речью дела обстоят причудливым образом подлинная беседа чистая игра слов остается только девиться на людей которые по своей глупости полагают будто говорят о предметах именно в этом особенность языка которую никто не замечает он заботится лишь о себе самом поэтому язык чудесная плодотворная тайна до такой степени что говоря всего лишь ради того чтобы поговорить выражаешь самые блестящие самооригинальные истины если же человек хочет порассуждать о чем-то определенном капризный язык вынуждает говорить самые абсурдные и неуместные вещи это объясняет ненависть к языку со стороны некоторых серьезных людей они замечают его причудливость но не замечают что презренная болтовня бесконечно серьезная сторона языка если бы можно было объяснить людям что с языком все обстоит как с математическими формулами которые составляют отдельный мир они играют сами с собой выражая лишь собственную чудесную природу поэтому они настолько выразительны поэтому в них отражается причудливая игра связей между предметами лишь благодаря свободе они являются частью природы лишь в их свободном движении проявляется душа мира позволяющая им измерять предметы и описывать их очертания тоже касается языка тот кто тонко чувствует его аппликатуру его темп его музыкальный дух кто ощущает в себе нежное воздействие во глубинной природы или следуя двигает языком или рукой тот станет пророком напротив над тем кому все это известно но кому не достает слуха и способностей чтобы написать подобные истины будет потешаться сам язык люди станут его осмеивать как троянца кассандру я полагаю таким образом ясно указал на сути задачу поэзии но мне также известно что никто этого не поймет я сказал глупость потому что пытался облечь свою мысль слова из этого не родилось никакой поэзии а что если бы я чувствовал себя вынужденным говорить если бы языковой импульс подталкивающий говорить свидетельствовал о том что меня вдохновлять язык что язык действует внутри меня даже если бы моя воля желали лишь того к чему меня принуждают разве это в конце концов не могло бы помимо моей воли и знания стать поэзией и объяснить тайну языка я бы тогда был писателем по призванию ведь писатель всего лишь тот кто воодушевлен языком вот такая цитата но если к не понимаю на слух от трудно воспринимать то есть в 1799 году в конце восемнадцатого века наваля сформулирует мысль которая будет дорогой очень для многих эта мысль о том что поэзия по сути общается сама с собой а общается посредством языка более того сам язык который является скрытой формой поэзии и который наиболее поздно проявляет себя в беспечной болтовне вот когда лекция закончится мы будем беспечно болтать мы отключим эфир и вот тогда начнется причудливая игра языка начнет рождаться поэзия во всяком случае и возможности а сейчас в силу того по навалюсу что я вероятно все-таки собираюсь нечто сообщить вам вероятно я смешон с точки зрения самого языка и сам язык будет потешаться надо мной постольку поскольку здесь есть некая целесообразность поэтому от этой целесообразности я хочу уйти как можно дальше как можно дальше почему вот это очень важно то что сказал навалис понимаете потому что мы с вами по-прежнему живем в пространстве где эта мысль в основном не поняту то есть мы все предполагаем что язык и литература и поэзии служит каким-то общественным целям вот что через язык хорошо например говорится о природе или через язык и поэзию хорошо говорить о любви или например хорошо говорить о гражданских чувствах или как это раньше считали революции гражданской войне о сельском хозяйстве о тяжком труде механизаторов о том как растет бурак на холмах значит хочется сказать грузии вот ну пусть на самарских холмах вот на холму грузии лежит ночной бурак а что почему почему бы и нет а и мы как бы вот находимся в положении людей которые стали жертвой общественного вот это общественность залезла всюду вообще куда его и просили вот все что ты делаешь ты делаешь как бы для общества а нафига ну вот чем вопрос вот чего если от этого пользу обществу если пользу общество того что она лезет туда где ему нет места то есть она лезет туда например где язык начинает особым таинственным образом говорить сам с собой и порождать какой-то удивительный мир и в этом удивительном мире слова встают таким образом до в такой музыкальный ряд что они начинают показывать нам может быть впервые в жизни как все связано в этом мире показывать ту самую целостность мироздания которые нам очень трудно увидеть в повседневности очень трудно но очень трудно мне вот просто представить что я вот сегодня проводил день в одном месте что и как связано сейчас с людьми в селе пестровка ну вот но поэзия легко может это предположить а она может предположить существование других существ Более того, она может ведь предположить существование за каждым словом определенной вибрации, интонации, я бы сказал силы, я бы даже сказал магического импульса. Это я очень вовремя сказал, потому что первое, которое я хочу прочитать, это Валерий Брюсов. А про Брюсова я сейчас скажу. Вот. И почему это интересно в предыдущей эпохе? Люди считали, что мысль, мысль, не говоря уже о слове, порождает... Вот подумал, родил существо. Ну, просто для другого мира невидимого. А что говорить о словах? Мы просто населяем мир, да, ежесекундно. И мне эта мысль кажется весьма здравой. Весьма здравой. Гораздо более здравой, чем многие позволили сказать мысли, которые я слышу ежедневно. То есть, именно поэтому поэта считали, да, существом, который может быть переводчиком с божественным на человеческий, и наоборот. Да, поскольку именно поэт вступает в такие тайные, удивительные отношения с языком, что язык сквозь него может говорить сам. Да, сам. То есть, в некотором смысле, если вы читали мистиков, то вам эта мысль знакома, у них это общее место почти, вот, у нас нет, да. Вселенная – это способ Бога разговаривать с самим собой. Вот. Вот мы с вами сейчас находимся внутри диалога Бога с самим собой. Вот. Другое дело, что мы можем себя чувствовать самостоятельными субъектами и, как бы, да, возмущаться по этому поводу. Чего это он там разговаривает? Вот. Мы что, всего лишь часть синтаксиса? Всего лишь. Вот. Так унижать язык не позволить. Мы, может быть, в самых смелых каких-то надеждах можем быть уподоблены фонемом и морфемом. Вот ведь, вот, вот, это самые смелые надежды, какие у нас могут быть. Потому что тогда мы слышны. И тогда мы видимы. И тогда все, как бы сказать, получает свое значение. Вот это такое предисловие. Вот. Я вообще могу долго про это говорить, потому что, вообще, честно говоря, размышляю об этом постоянно, поскольку о чем еще думать? Важных предметов немного, да. Это любовь и язык, и поэзия. Вот. Все остальное второстепенно. Вот. А, смерть еще. Вот. Вот три важных, да, предмета. Все остальное. Дружба, может быть. Да. Все остальное второ- и третьестепенно. И, конечно, вот, третьестепенными являются благородные, прекрасные, чудесные устремления Николая Некрасова. Когда он писал о гражданине и поэте. Поэтом можешь ты не стать, но гражданином быть обязан. Это фигня полная. Во-первых, можешь ты не стать. Как будто бы, значит, каждому разрешено быть поэтом. Как будто бы, да, достаточно получить пропуск, и ты становишься поэтом. Да нет, дорогой Николай Алексеевич. Вот. Все это совершенно не так. Вот. Потому что если нет поэзии, то нету ничего остального. Вот. Все остальное исчезнет. Потому что нам никто никогда не переведет язык цветка или язык облака на человеческий язык. А зачем тогда жить? Вот. И вот Валерий Брюсов. Да, знаменитое его стихотворение творчества. Я с него решил начать. Потому что, во-первых, я не читал лекции о Валерии Яковлевича Брюсове. А он таки был лидером старших символистов. Во-вторых, это как раз по своей музыкальности. Это про то, про что только что мы говорили. И в-третьих, да, значит, магический импульс. Да, Валерий Яковлевич Брюсов, он даже есть в некоторых оккультных энциклопедиях. Вот. Это западные оккультные энциклопедии. Смотреть очень весело. То есть там кого только нет. Вот. В этих энциклопедиях. И вдруг единственный, единственный, значит, из всей толпы, значит, которая, значит, толпы нет, нехорошо. Вот из всего этого, да, армии, созданной из, вот, как там, облака в штанах, да, вот эти вот облака в штанах, вот, которые где-то там толпятся в преддверии вечности, он единственный попадает в эти энциклопедии. Даже в очень хорошую книжку Герри Лэтчмана есть такой англичанин «Темная муза». Валерий Брюсов, да, Валерий Брюсов. Значит, в чем здесь дело? Действительно, Валерий Яковлевич Брюсов очень интересовался разными эзотерическими предметами, что приводило часто к роковым последствиям. Ну, известен, например, его роман с Ниной Петровской, и также там Андрей Белый в этом немного участвовал. Я вкратце про это рассказывал. Ну, мне нравится, как Валерий Яковлевич тренировался, значит. Валерий Яковлевич приходил в летний сад. Он садился на лавочку, и он садился так и заказывал кого-нибудь. Ну, например, там, Федор Сологуб. И ждал. Через какое-то время появлялся Федор Сологуб. Валерий Яковлевич сделал так. Ага, работает. Потом он садился и так сидел, сидел, сидел. Думал, Зинаида Гиппиус. И ждал. И ждал. Конечно, теоретически Зинаида Гиппиус когда-нибудь через летний сад могла пройти. Но мы же находимся в пространстве мифов и мифологии. Я даже не знаю, сидел ли он на этой лавочке. Так рассказывают современники. Но как будто бы всегда появлялись. Всегда появлялись. И Валерий Яковлевич был очень доволен. А это стихотворение знаменитое. Это 1895 год. Это... Ну, вот еще и скоро вообще вот все появится. Да? Хотя уже почти все есть. Творчество. Я прошу прощения. Вот, постук, поскольку... Чего-то я видеть стал чуть хуже. Вот. Конечно, внутренняя интуиция у меня сильнейшая. Вот. Землю всю охватывая разом, видел то, что временем сокрыто, как о Ленине говорил Маяковский. Но вот видеть вот впрямую я стал, конечно, немножко похуже. Если я буду чуть спотыкаться, я прошу вас прощения. Ах, тень несозданных созданий колыхается во сне. Словно лопасти летаний на эмалевой стене, фиолетовые руки на эмалевой стене. Полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине Вырастают словно блестки при лазуревой луне. Всходит месяц обнаженной при лазуревой луне. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне. И трепещет тень латаний на эмалевой стене. Вот так себе творчество представлял Валерий Яковлевич Брюсов. Вот здесь есть то, о чем прекрасно говорил Навалец. Здесь есть чудесный разговор звука со звуком, этих чудесных аллитераций, этого движения, этого рождения. Всего, в том числе и стихотворение из какого-то полуснада, полугрезы, которое для символистов, похоже, никогда не заканчивалось. И пойдем по символистам просто. По символистам я читал стихотворение на лекции, но я его так люблю, что я не могу его не прочитать еще раз. Это Константин Дмитриевич Бальмонт, «Безглаголенность». Я напомню, что Константин Дмитриевич был человеком уникальным. Как многие люди той поры, он способен был написать 6, 7, 8, 10 стихотворений за один день. Никогда их не исправлял. Если когда-нибудь ему нужно было исправить стихотворение, он просто переписывал его заново. То есть появлялась вариация. Появлялась вариация. И Константин Дмитриевич владел, кажется, иногда всеми языками, как мертвыми, так и живыми. И кто-то, когда он умер, потрясающе сказал, что Бальмонт создал для мира, он же еще и перевел огромное количество всего, ну, примерно столько культурных ценностей, сколько создает небольшая европейская страна. Вот это один Константин Дмитриевич Бальмонт, который был в Самаре, и здесь ему хорошо заплатили. То есть, видимо, был полный зал, и Константину Дмитриевичу удалось как-то использовать эти деньги по назначению. Боюсь, он их пропил, потому что Константин Дмитриевич любил выпить, тут ничего не скажешь, или потратил на женщин. Но Самара к этому располагает. Самара к этому располагает, может быть, в этом и является подлинной причиной карантина. Но это из области фантазии. Итак, безглагольность. Есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль, затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная ввысь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора, над зябкой рекою дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора. И сердце так больно, и сердце не радо, Недвижный камыш не трепещет, не трепещет, а сока глубокая тишь, безглагольность покоя, луга, луга убегают далеко-далеко, во всем утомлень, глухой, немое. Войди на закате, как свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада, деревья так сумрачно, странно, безмолвно, и сердце так грустно, и сердце не радо, как будто душа о желанном просила, но сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет, и плачет невольно. По-моему, прекрасное стихотворение, гениальное, что там говорить. Вот. Ну, может быть, я пристрастен, потому что вот все, что он описывает, вот эти русские пейзажи, да, застывшие, как некая эмоция, да, такая предмеченная эмоция, овеществленная, ты как будто входишь, да, в какой-то особый мир, и вот Бальмонту как-то так вот получилось про это сказать, да, про эту безглагольность, эту неподвижность покоя, да, как будто душа желанным просила, но сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, невольно. Конечно, понимаете, вот здесь поэта касается такой тайны, о которой мы тоже все время раздумываем. Это связь между, условно говоря, пейзажем, ландшафтом и человеком. То есть, ну вот есть, да, размышления про языки, да, Бродский очень любил эти размышления, вот он говорил, что какие-то вещи можно подумать только на английском, на русском их нельзя подумать, а есть вещи, которые можно подумать только на русском, английский язык не предполагает вообще существование таких мыслей, немецкий язык предполагает существование Гегеля и Хайдеггера, да, задолго до их появления, и Навалеса, да, и Рильке, и так далее. А вот точно такая же, ну, во всяком случае, немедленнее сильная связь между человеком и пейзажем, да, мы, как сказать, вот часто вопрошаем, Чехов об этом много написал, Бунин об этом много написал, да, кто только про это не писал, да, про вот это удивительное какое-то ощущение от жизни человека в России, как будто душа жила, она просила, но сделали ей незаслуженно больно, и вот с тех пор живет, и вот с тех пор живет, да, живет, ничего привык, привыкла, да, но с застывшим сердцем, и одновременно в этом есть какая-то красота, поразительная, да, как бы не от этого мира, вот, вот этой безглагольности покоя, и, не знаю, мне кажется, что древние были правы для того, чтобы прочитать человеческую судьбу, надо, конечно, прочитать пейзаж, нужно просто посмотреть на то, вот, где данный человек живет, вот, и вот я думаю, почему бы не Александр Блок, да, вот, вот, почему бы нет, вот, а что, а что, а рискнем, ну, первое стихотворение, это из стихов о прекрасной даме, это редко читают, почему, потому что страшно читать, это почти 800 стихотворений, 800 стихотворений как видений, да, это и были в некотором смысле видения, это же та самая эпоха, когда, ну, Блока, его современники признали чем-то вроде пророка, да, а тем, кто разглядел, почувствовал и даже вступил в какой-то контакт, в некую тайную связь, да, понимание и может быть даже какого-то осязания сверхчувственного, с вечной женственностью, и вся эта история и трагедия Блока, которая из этого развертывается, я имею в виду историю с его супругой, Любовь Дмитриевны Менделеевой и его другом Андреем Белым, она тоже растет отсюда, но когда Блока читают, если его вообще читают, очень редко читают стихи о прекрасной даме, потому что кажется, что это 800 стихотворений об одном и том же, это, собственно говоря, так и есть, это 800 стихотворений об одном и том же, это какая-то удивительная фуга, да, с вариациями, вот. Но, кстати говоря, напрасно, вот. Ну вот здесь есть цитата из Афанасия Фета, русского поэта XIX столетия. «Дождешься ль вечерней порой, опять и желания, и лодки, весла и огня за рекой». Хочется все бросить и уйти, вот, чтобы дождаться. У нас река здесь, кстати, Волга, вот, так что тут все это близко. Сумерки, сумерки вешние, хладные волны у ног, в сердце надежды нездешние, волны бегут на песок. Отзвуки, песня далекая, но различить не могу, плачет душа одинокая, там, на другом берегу. Тайна ль моя совершается, ты ли зовешь вдалеке, лодка ныряет, качается, что-то бежит по реке, в сердце надежды нездешние. Кто-то навстречу, бегу, отблески сумерки вешние, клики на том берегу. А что? А неплохо, кстати говоря. Ну и сразу тогда перейдем, раз уж такое дело, к стихотворению, которое называется «В ресторане». Вот, «В ресторане» ну, тайны никакой нет, и я об этом в стотысячный раз, в том смысле, что об этом часто рассказывают, да. Блок много времени провел в ресторанах, и в самые темные, самые мрачные периоды своей жизни, говорят, что вот обходил. Вот, вот, весь Невский шел по маршруту, заходил в каждый трактир, выпивал по рюмке и шел дальше. Вот. И заканчивал на вокзале, вот, но, царско-сельском, по-моему, вот, но был, конечно, специалистом ресторанного дела, вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что, конечно, это была эра такого падения, да, эра падения ее, и Блок и сам так понимал. Но вот это, и в этом и чудо поэзии, потому что, когда Маларме, французский великий поэт, да, напишет, что больше всего я полюбил слово падение, больше других слов, это как раз то изображение этого докадентского ощущения жизни, да, ты падаешь, вот, ну, летишь, ну, падаешь, ну, летишь, но падаешь, и когда падаешь, а, видишь себя, летящего вниз, да. Другой великий человек говорил, я камень падающий, глядящий вниз. Вот, вот это вот ощущение, да, это потрясающее ощущение, когда человек, как бы сказать, находится в каком-то диалоге с своим собственным падением. Ну, стихотворение в ресторане, оно сравнительно, я бы сказал, мирное в этом смысле. И, конечно, о любви. Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо, и на желтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, ай. Ты взглянула. Я встретил смущенный дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру. Словно сон мой легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала, и бросай, кричала, лови. Амониста бренчала, цыганка плясала и визжала заре о любви. По-моему, прекрасно. Это хорошо, друзья мои. Ну, что тут, какие разговоры, будем блог читать. Кстати говоря, в моей биографии была замечательная история. Она называлась у нас, ну, я и мои друзья, которые в этом участвовали, называли это так, что была история про то, как мы блога похоронили. Блога похоронили мы примерно таким образом. Мы пришли на первый курс филологического факультета. И был день филолога. И меня попросила Львова на Финк написать композицию, значит, на юбилей блога. Ну, мне 17 лет, представляете. И я, в общем, выбрал все самое мрачное. Все самое мать и жена, и я, мы в склепе лежим, а жизнь вокруг идет, все непонятнее, все нелепее, день последний. Все там было. Все, вот я все выбрал, да, вот все, что могло, как бы сказать, вот эту красоту трагизма, ну, к которой так прислушиваешься в 17 лет, вот, разумеется. Дальше он немного даже пугать начинает, вот. Но тогда это упоение. И, значит, мы начали все это дело выучили наизусть и показывать. А у меня был, немножко была простуда. И, значит, я вышел очень серьезно на сцену. И там было, значит, две девушки и два юноши. Вот мы на сцене стояли. И я вышел, и с таким прононсом, с таким, такой 17-летней, вот, так вот, на зал. Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно. И зал грохнул от хохота, просто грохнул. Вы знаете, вы не представляете? Я упорно читал. Я упорно читал, завывая, как я себе представлял. Вон, счастье мое на тройке, в сребристые дымы. Они лежали. И вот, видно, они так смеялись, и я от смеха попятился. И когда попятился, я наступил из своей сокуршницы на ногу. Она, сидя на кресле, начала эту ногу выдергивать. Но я стоял крепко. Я стоял крепко на ее ноге, потому что я должен был передать пафос. Пафос того, что случилось с Александром Александровичем Булоком. Короче говоря, мы хотели их растрогать. Хотелось, чтобы они плакали. И они ушли в глубокой любви к Блоку. Они ушли очень веселые, хохотали немыслимо. Мы произвели прямо противоположное впечатление. Зато на следующий день, я помню, я пришел в столовую. И стояли какие-то девушки со старшего курса, которые так друг друга локтем толкали. И говорили, этот, этот, смотри, этот декадент. И начинали хохотать. И начинали хохотать. И я стоял с подносом, вот, под взрывы хохота. То есть, какой-то вот Блок подарил мне комическое амплуа. Вам можно сказать. С тех пор, мы когда вспоминали эту историю, мы всегда говорили, а помнишь, как мы вот на первом курсе похоронили Блока? Зря мы. Зря. Но, тем не менее. Незнакомка. Да? Незнакомка. Ходит легенда, что незнакомку прочитали не только, конечно, все деятели Серебряного века, но и все проститутки города Петербурга. И им так полюбилось это стихотворение, что они предлагали свои услуги, как бы шихча, такими хриплыми, немного пропитыми голосами. Там, может быть, пойдем со мной, красавчик? Я незнакомка. Говорили, я незнакомка. Чудесные были времена. Ну, и на одной из последних лекций, которую я читал, Вячеслав Иванович, я рассказывал, да, как они поднимались на башню по воспоминаниям Чуковского. И Блок своим вот этим, да, протяжным голосом читал незнакомку. И все понимали, там стояли гении. А может быть, затесалось один-два больших таланта, вот, случайно. Вот, в основном это были гении, и они стояли. И все понимали, пишет Чуковский, что сейчас происходит какое-то невероятное событие в мировой поэзии. И никто не хотел, чтобы он закончил читать. Все хотели, чтобы он продолжал и продолжал и продолжал. И он, когда закончил, был вечер, закат. И вот он только закончил паузу, и запели Соловьи. Вот так вот. По вечерам над ресторанами Горячий воздух дих и глух И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булочный И раздается детский плач. И каждый вечер За шлагбаумами Заламовые котелки Среди канав Гуляют с дамами Испытанные остряки Над озером Скрипят Уключенные И раздается женский виск А в небе Ко всему приученном Бессмысленно Кружится Кривится Диск И каждый вечер Друг единственный В моем стакане Отражен И влагой терпкой И таинственной Как я Смирен И оглушен А рядом У соседних столиков Лакеи сонные Торчат И пьяницы С глазами Кроликов И на вина Веритас Кричат И каждый вечер В час назначенный Или это только Снится Мне Девичий стан Шелками схваченный В туманном Движется В окне И медленно Пройдя Меж пьяными Всегда без спутников Одна Дыша духами И туманами Она садится У окна И веют Древними Поверьями И упругие И шелка И шляпа С траурными Перьями И в кольцах Узкая рука И странной Близостью Закованной Смотрю На темную Вуаль И вижу Берег Очарованный И очарованную Даль Глухие Тайны Мне Поручены Мне Чье-то Солнце Вручено И все Души Мои Излученные Пронзило Терпкое Вино И перья Страуса Склоненные В моем Качаются Мозгу И очи Синие Бездонные Цветут На дальнем Берегу В моей Душе Лежит Сокровище И ключ Доверен Только мне Ты прав Пьяное Чудовище Я знаю Истина Вене 24 апреля 166 года Вот так вот Я не знаю Какого числа Он читал Это И потрясающе Понимаете Вот Потрясающее Стихотворение Вот Ну Ну Невозможно Вот Я Казалось бы Знаю Его Много лет Ну Посмотрите Как человек Пишет Да Как Человек Пишет Вот Абсолютно Ничего Не описывает Все Показывает Посмотрите Какие Здесь Звуковые Да Конкретные Зрительные Детали Я просто Пройдусь Потому что Мне кажется Мне Иногда Присылают Стихи И Иногда Часто Присылают Бывают Такие Периоды И мы Все время Про это Говорим Ну Говорят Ну Скажи Что-нибудь Там А я Что-нибудь Говорю Про это Вот И У Знаете У нас Есть Такая Вот Мы Начинаем Описывать А Великий Поэт Изображает Он Показывает Он Показывает Мы Это Видим И Слышим Да Мы Находимся В этом Пространстве Которое Он Создает То То есть Понимаете Вот Леонтьевна Счастливыми Глазами Смотрела На Своего Пасынка Это Конечно Ужасная Фраза Совершенно Вот И Она Описательная А Вот Посмотрите Вдали Над Пылью Переулочной Понимаете Потрясающе Одновременно Да И слова Подобраны И вот Это Какая-то Визуальная Деталь А Блок Пишет Незнакомку Так Что Можно Кино Снимать Это Раскадровка Да Это Сценарий Это Можно Просто Брать И Делать Да Мгновенно И Вот Смотрите Вдали Вы Смотрите Вдали И Там Вдали Пыль Переулочная Вы Ее Видите Да Над Скукой Загородных Дач Нам Блок Не Говорит Мы Смотрим И Видим Вдали Загородные Нет Это Само Собо Они Входят Сюда Они Как бы Въезжают Чуть Золотится Крендель Булочной От Общего К Частному Среди Дач Мы Видим Эту Булочную И Раздается Детский Плач Все Картина Предместья Вся Целиком В четырех Фразах Боже Мой Если бы Мы так Писать Умели Мы Таки Жили Бо В Другом Городе Над Озером Скрипят Уключенные И Раздается Женский Виск Через Строфон Нам Ничего Не Показывает Он Все Дает Через Звуковую Деталь Понимаете У меня есть Какая-то Прекрасная Изощренность Причем Над озером Скрипят Уключенные И визжит Женщина И дальше И вдруг Камера А в небе Ко всему Приученном Даже к этому Женскому Визгу Бессмысленно Кривится Диск И вот эти Его постоянные Переходы Соединения Частного И общего Невероятные Какие-то Конкретные Детали А вот это Ну как Что с этим Сделаешь И каждый Вечер В час Назначенный Или это Только Снится Мне Девичий Стан Шелками Схваченный В туманном Движется Окне Да елки-палки Вот Я сам Влюблюсь В эту незнакомку Вот Да И медленно Пройдя Меж пьяными Ну кто Скажите мне Вот человек С какими-то С наличием Пяти органов Чувства Этого не видит Эту картину Да Как она Медленно Идет Да В этом кабаке Меж пьяными Всегда Без спутников Одна Дыша Духами И Туманными Она Садится У окна Гениальная Как Хорошо Как Хорошо Если Кто-то Меня Собирается Презирать За то Что я Восхищаюсь Столь Известным Стихотворением Я вам Скажу Я Сказками Пушкина Тоже Восхищаюсь Ничего Не могу С собой Поделаться Ветер Помори Гуляет И кораблик Подгоняет Я даже Не знаю Что лучше Вообще Есть Вот только Блок Еще Ну и Конечно Николай Степанович Гумилев Николай Степанович Гумилев Человек Совсем Другой Природы Предлагал Нам всем Идти По пути Наибольшего Спротивления Собственно Так и шел Всегда Что самое Поразительное Не только Шел По пути Наибольшего Спротивления А шел Элегантно То есть Само по себе Вот ползти По пути Наибольшего Спротивления Идти На четвереньках По пути Наибольшего Спротивления Вот Заснуть На пути Наибольшего Спротивления Это Сколько угодно Шел Элегантно Понимаете Шел Элегантно Говорят Что Выходил Каждый раз Или проходил Мимо Шел Восемнадцатый Год Кругом Были Аресты Красный Террор И так Крестился На каждый Храм На каждую Церковь И от него Бежали Спутники Бежали Вот так Идут Кто-нибудь С Николайом Гумилевым И вот так Он перед храмом Останавливается Я не в рассыпную Потому что Сейчас арестуют Всех арестуют Не знаю Чем кончится И вот это В нем Конечно Было Безусловно Вот И поэт Он был Прекрасный Одно время Спорили Хороший Или поэт Гумилев Ну я не знаю Вот Мне Очень нравятся Эти споры Потому что Это какую Надо иметь Поэзию Чтобы Спорить Вот Гумилев Это поэт Все-таки Или не поэт Это обалдеть Вот Мы перекормлены Ребят Конечно Нас избавовали Вот эти люди Но тем не менее Я и вы Да я знаю Я вам не пара Я пришел Из иной страны И мне нравится Не гитара А дикарский Напев Зурны Не по залам И не по салонам Темным платьям И пиджакам Я читаю стихи Драконам Водопадам И облакам Я люблю Как араб В пустыне Приводет к воде И пьет А не рыцарям На картине Что наш звезды Смотрит И ждет И умру я Не на постели При нотариусе И враче А в какой-нибудь Дикой щели Утонувшей Утонувшей В густом Плюще Чтобы войти Не во всем Открытый Протестантский Прибранный Рай А туда Где разбойник Мытарь И блудница Крикнут Вставай Мне кажется Дух этого человека Чувствуется Здесь Каким-то образом Понимаете Когда-то Андре Базен Выдающийся Кинокритик Французский Создал Вот эту Теорию Кино Как Мумифицированного Времени И действительно Я пересматриваю Старый Никого нет в живых А здесь Поворачивается Шарль Азнавур Закуривает В фильме Трюфо Например Стреляйте Пианиста Подтягивает Ремень Его же Нет Давно Он прожил После этого Огромную Жизнь Огромную Прекрасную И умер Давно А здесь Все мумифицировано Кино Сохраняет Как Египетское Мумия Время Оно Мумифицирует Свое Время Но Что Мумифицирует Стихотворение Какой-то Дух Человеческий Я не знаю Мне кажется Сейчас Просто Немножко Вот здесь Где мы Находимся Вам не видно Потому что Вы на карантине И мы на карантине Но И сам Дух Гумилевский Такой Просто Возник На секунду Вот Ну ладно Продолжать Не буду Ну и Конечно Мне не удалось Прочитать Я говорил Про это Стихотворение На лекции О Гумилеве Вот И отсылаю Потому что А сейчас Прочитаю Заблудившийся Трамвай Оно длинное Я тогда не взялся Его читать Но Его упоминал Вот И вот Какие-то Помню Обещания Свои Пытаюсь Их Исполняться Шел Стихотворение Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад, где я. Так томно и так тревожно, Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно В Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, Гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты И вместо брюквы мертвые головы Продают в красной рубашке с лицом, как вымя. Голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне. А я, а в переулке, забор дощатый, Дом в три окна и серый газон. Остановите, вагона вожатый, Остановите сейчас, вагон! Машенька, ты здесь жила и пела Мне, жениху, коверт, кола. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице! Я же с напудренной косой шел представляться императрицей И не увиделся вновь с тобой. Понял, теперь я, наша свобода, Только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня, Всадника длань в железной перчатке И два копыта его коня. Верной твердынею православия Врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньке И панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюма, И трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить. Да. Ну вот, хороший поэт или нет Николай Гумилев-то. Так. Надо теперь что-то такое выбрать, потому что это по контрасту. Потому что что-то хорошо Гумилев-то пошел. Велимир Хлебников. Вот. Я напомню, что просто на последней лекции Я как раз рассказывал об этом. Это была лекция о Михаиле Михайловиче Бахтине. Я говорил о том, что Михаил Михайлович Бахтин Людей делил на карнавальных и не карнавальных. Делил не то слово. Это я сейчас еще после Гумилева немножко не отошел. Ну, и для него верхом какого-то карнавального воплощения был Велимир Хлебников. Весь. От его манеры, его поведения, от того, как он вот в эту в простыню, да, складывал свои черновики, вот, завязывал и переходил с квартиры на квартиру, да, в том, как он сочинял свои эти теории великолепные, теорию времени, в том, как писал стихи, как чувствовал русский язык. И, конечно, вот в поэзии Хлебникова русский язык уже совсем каким-то другим способом живет, не лучше и не хуже, чем вот у его великих предшественников, но каким-то другим, каким-то особенным, удивительным. Ну, вот знаменитое его стихотворение. У колодца Расколодца Так хотела бы вода, Чтоб в болотце Спозолотце Отразились повода, Мчась, как узкая змея, Так хотела бы струя, Так хотела бы водиться, Убегать и расходиться, Чтоб ценой работы добытые, Зеленее стали чобутые, Черноглазые и я. Шепот, ропот, Негистон, Краска, Темная стыда, Окна, Избы с трех сторон Воют сытые стада, В коромысли есть цветочек, А на речке Синей челна, А возьми другой платочек, Кошелек мой Туго полн, Кто он, Кто он, Что он хочет, Руки дикие и грубы, Надо мною лихохочет, Близко От тятькиной избы, Или, Или я отвечу, Чернауку молодцу, О сомнении быстрых ввече, Что пожалуюсь отцу, Ах, Юдоль моя гореть, Но зачем устами ищем Пыль гонимую кладбищем, Знойным пламенем стереть, И в этот миг К пределам горшем Летел я сумрачный, Как коршун, Воззрением творческим, Глядя На вид земных шумих, Тогда В тот миг Увидел Их. 1912 год. По-моему, Неплохо. По-моему, Неплохо. Ну, что еще, да, ну, наверное, наверное, надо, конечно, Что-то бы, Вот, может быть, Осипа Емельевича Мандельштама Не забыть нам. Да и всех бы не забыть. Анну Андреевну, Я как-то просто боюсь С мужским голосом читать. Вот. Осипа Емельевича Мандельштам. Ну, так, Давайте. Пешеход Я чувствую Непобедимый страх В присутствии Таинственных высот Я ласточкой Доволен В небесах И колокольни Я люблю Полет И кажется Старинный Пешеход Над пропастью На гнущихся Мостках Я слушаю, Как снежный ком Растет И вечность Бьет На каменных Часах. Когда бы так, Но я не путник тот, Мелькающий На выцветших Листах И подлинно Во мне печаль Поет Действительно Лавина есть В горах И вся моя душа В колоколах Но музыка От бездны Не спасет. 1112 год. Вот что-то мы все В 12-й год попадаем. Ах! 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 Ну что-нибудь еще Тоже такое знаменитое Что-нибудь такое Классическое Вот Что-нибудь такое Как сказать Бессонница Гомер Тугие паруса Я список кораблей Прочел До середины Сей длинный Выводок Сей пояс Журавлиный Что над Элладой Когда-то Поднялся Как Журавлиный Клин В чужие Рубежи На головах Царей Божественная Пена Куда Плывете Вы Когда бы Не Елена Что Трое Вам одна Ахейские Мужи И море И Гомер Все движется Любовью Кого Кого же Слушать Мне И вот Гомер Молчит И море Черное Ветействуя Шумит И с тяжким Грохотом Подходит К изголовью Да Да Вот я думаю Вот читаю Я сейчас стихотворение И думаю Вот за что нам Такое счастье Вот Такие великие люди Жили с нами Вот И И по-прежнему Они с нами Да И вот Мы-то вот Че как За что Дураки Дураками Вообще Вот Повезло Немыслимо Вот Просто Немыслимо Но надо Что-нибудь В финале Потому что Я уже Сейчас просто Не знаю Сам буду Неистовствовать Вот От этого Я вступаю В какую-то Дионисийскую Фазу Вот Голос уже Тут Нет Сейчас я Вот Голос уже Немножечко Садится Но вот Внутреннее Пение Дионисийских Стров Вот Раздается Во мне Когда я Читаю Стихотворения Этих людей Ну что Ну я не знаю Всех хочется Вот Все хочется Вот Неужели вы День и ночь Вот это не читаете Да И я тоже День и ночь Не читаю Ужас 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 Наверное Какие-то Проклятые Вот Я вот думаю Где у меня Борис Леонидович Пастернак Не хотелось бы Мимо него Пройти Тем более Надо одно Зимние Прочитать Стихотворения И однолетние Вот Потому что Люди которых Я встречаю У них Зима в сердце И вот Для тех У кого Зима в сердце Вот Зимняя А Люди которых Я не встречаю У них Август У них Август Но с августом Все тоже Не просто Потому что Август Страшный месяц В русской истории И он Страшен Ведь конечно Не только Сейчас найду Чего-то потерял Страшен Он не только Конечно же Тем Что произошло За последние годы А тем Что Это месяц Когда Умер блок И был Расстреллен Гумилев И вот я думаю С тех пор Он страшный Вот Был нарушен Какой-то Великий закон Вот Многократно В августе Ну Конечно Зимнее Вы все Знаете Итак Зимнее Стихотворение Да Снег идет Оно посвящается Всем у кого Сейчас Несмотря на июнь Зима в сердце Я этих людей Очень понимаю Вот Я сам просыпаюсь От того Что идет снег Снег Идет Снег идет К белым звездочкам В буране Тянутся цветы Герания За оконный Переплет Снег идет И все В смятении Все Пускается В полет Черной Лестнице Ступени Перекрестка Поворот Снег идет Снег идет Словно Падают Не хлопья А в заплатанном Солопе Сходит На земь Небосвод Словно С видом Чудака Сверхней Лестничной Площадки Крадучись Играй В прятки Сходит Небо С чердака Потому что Жизнь Не ждет Не оглянешься И святки Только промежуток Краткий Смотришь Там и Новый год Снег идет Густой Густой В ногу С ним Стопами Теми В том же Темпе С ленью Той Или С той Же Быстротой Может быть Проходит Время Может быть За годом Год Следует Как снег Идет Или как слова В поэме Снег Идет Снег Идет Снег Идет И все В смятении Все пускается И все В смятении Убеленный Пешеход Удивленное Растение Перекрестка Поворот А теперь Конечно Людям Которые Вот Ждут Августа Снег Идет И они Ждут Августа И это Стихотворение Август 1953 года Такой поздний Пастернак Вот Ну может быть Им и закончим Как обещала Не обманывая Проникла Солнце Утром Рано Косою Полосой Шафрановую От занавеса До дивана А оно Покрыло Жаркой Охрою Соседний Лес Дома Поселка Мою Постель Подушку Мокрую И край Стены За книжной Полкой Я Вспомнил По какому Поводу Слегка Увлажнена Подушка Мне Снилось Что Ко мне На проводы Шли По лесу Вы Друг За дружкой Вышли Толпою Врось И парами Вдруг Кто-то Вспомнил Что сегодня Шестое Августа По старому Преображение Господне Как петуши Как печатный Пряник С притихшими Его вершинами Соседствовало небо Важно И голосами Петушинами Перекликалась Даль Протяжно В лесу Казенной Землемершей Устояла Смерть Среди Погоста Смотря В лицо Мое Умершее Чтоб Вырыть Яму Мне По росту Был Всеми Ощутим Физически Спокойный Голос Чей-то Рядом То Прежний Голос Мой Правидческий Звучал Но Тронутый Распадом Прощай Лазурь Преображенская Из Золота Второго Спаса Смягчи Последней Лаской Женскую Мне Горечь Розового Часа Прощайте Годы Безвременщины Простимся Без неунижений Бросающие Вызов Женщина Я Поле Твоего Сражения Прощай Размах Крыла Расправленной Полета Вольное Упорство И образ Мира В слове Явленное И творчество И чудотворство Ну Конечно Никто На бис Ничего не требует Вот Это даже Обидно Чтецу Но Пока я читал Я понял Что Надо вернуться В самое начало К Иннокентию Федор Чуанинскому Учителю Многих тех Великих Людей Кого я сегодня Читал Иннокентий Федорович Работал В царской Сельской Гимназии И был Директором Этой Гимназии И прожил Такую Очень странную Кабинетную Жизнь И если бы Не Его Два сборника Стихов Мы бы Никогда Не узнали Что Это Кабинетный Человек Жил Неистого Неистого Восхитительно Активной Внутренней Жизнью Старая Усадьба А почему Нет Из Кипарисового Ларца Сердце Дома Сердце Рада А чему Тени дома Тени Сада Не пойму Сад Старинный Все Осины Тощи Страх Дом Руины Тени Тени Что в Прудах Что Утрата Брат на Брата Что Обид Прах И гнилась Накоренилась А стоит Чьё Жилище Пепелище Угол Чей Мёртвый Нищий Логовище Без печей Ну как Встанет Ну как Глянет Из окна Взять Не можешь А тревожишь Старина Ишь Затейник Ишь Забавник Что Запрыть Любит Древних Любит Давних Навестить Не сфальшивишь Так иди уж У меня Не в окошке Так и с кошки Два Огня Дом И брашна Волчьих Ягод Белены Только страшно Месяц За год У луны Столько Вышек Столько Лестниц Двери Нет Встанет Месяц Глянет Месяц Где Твой След Тсс Ни Слова Даль Былова Но Сквозь Дым Мутно Зрима Мимо Мимо И к живым Иль Истом И сердцу Надо Моему Тени Дома Шума Сада Не пойму Иннокентий Федорович Анинский Спасибо Дорогие Друзья Если слушали Хотелось Прочитать Какое-то Количество Стихотворений Которые То ли Не удавалось Прочитать На лекциях То ли Удавалось Но может быть Хотелось Еще Во всем Прочем Хорошего Вечера Вечера Продолжение следует